Дорнада Энерджи! Дэмэдж! Дорнада Энерджи! 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 Дорнад 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 Энерджи! Почему у К-91 есть кумулятив? А здесь вы решили изменить и добавить ему подкалибер? Лично для меня это очень сильно непонятно. Бой максимально эпичный! Я 5 фрагов уже настрелял, 7800 урона! И давайте подведем итоги! Мне Леопард в данной нынешней концепции очень нравится! Он быстрый! Он пробивает, всех кого нужно! У него офигенная альфа, которая позволяет ему воевать в городе за счет своей альфы. И у него хорошая скорострельность, которая делает эту машину конкурентоспособной. Его геймплей уникален. Теперь такой танк, как К-91, вообще нахрен не нужен в этой игре. Типа того. Леопард-1 это действительно сейчас космический корабль, который выглядит максимально сексуально. И который может пробивать и попадать в любой танк в этой игре. Это не может не радовать. Итак, ситуация остается на карте 2 в 2. Я остаюсь вместе с Т-57 Хэви против Бабахи и против Борща. Почему я сейчас не став захват базы вместе с Т-57 Хэви? Ну, все очень просто, потому что была бы ничья. Поэтому я даже со своими 79 ХП отправляюсь воевать вперед. Заряжаю сразу же фугасный снаряд. Извиняюсь, что заговариваюсь. С утра записываю видеоролик. Надеюсь, вы меня поймете и похастите. Вот. А, еще забыл сказать об одной вещи. Ребята, здесь фугас изменился. Раньше здесь фугас пробивал 65 мм брони. Сейчас он пробивает 105 мм брони. При том, что альфа у вас выстрела 510. Таким образом, смотрите, что я делаю. Я выдаю на 500 единиц Борщику с фугаса и жду, пока Т-57 Хэви мой подкатится и собьет базу с ФВ-40-05. Я понимаю, что у меня 79 очков прочности. На Борща я выехать вообще никак не могу. Если сейчас Борщ на меня покатится, я скорее всего сдохну. Но Борщ, он оказался действительно молодец. Он покатился вперед и я сейчас даю ему выстрел фугасом. Борщ не успевает доворачивать свою башню и я его добиваю. Остается у меня два фугаса. У Вафли, ой, не у Вафли, у ФВ-шки было 1000 очков прочности. Я ее забираю за два фугаса. Но я здесь забыл, что у нее было 1000 очков прочности. Даже меньше. 920. Сейчас следовало бы зарядить подкалиберный снаряд для того, чтобы если она выйдет с любой из зон, я поставил ее на каток. Но у меня два фугаса тоже неплохо. Зацеливаем ее сейчас здесь. Слушаем, что здесь повалилось дерево. То есть этот Алешка повалил дерево. Это у него ник такой. Мы выдаем его первый выстрел с фугаса. Сдаем назад. И здесь я упираюсь в здание. Вместо того, чтобы немножко позже довернуть. И меня добивает этот ФВ-40-05. Супер обидный бой. Но этот бой, он показывает полностью все фишки сейчас Леопарда. Возможности передислоцироваться, перемещаться по карте. Возможности сбивать базу, переезжать и играть от своей огромной альфы, а также супер точности. При том, что, заметьте, во всем этом бою я ни разу не стрельнул голдовым снарядом. Ни разу. Только фугасы, только основные подкалиберы. Если вам понравился данный видеоролик, ребят, не забывайте прожимать лайк. Также подписываться на канал и рассказывайте, что вы думаете о Леопарде. И не забудьте, нас еще ждет СТБ-1. Мой вердикт, Леопард получил хороший апп. Сейчас эта машина становится более играбельной. И те, кто качал Леопарда, вы качали его не зря. Возрадуйтесь, ребята, получайте свою интересную машинку. С вами был Ниарью. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...